Василий Экстерн Слэшер В те годы житье было нежирное, с работы, зарплатой глухо, промышляли кто чем, ягоды сбирали, грибы, травы лекарственные, кто-то самогонку гнал, кто-то срубы клал, другие металл сдавали, технику разбирали, которая от колхозов осталась, батареи спиливали в зданиях. Были и такие, из-за которых бессвет потом куковали, провода со столбов сымали, стибрик да пропьют, хоть бы хрен по деревне. А потом, как жизнь чутка в русло вошла, другой приработок появился. Михаил Фомич почесал трудовой граболкой заросшую сизой щетиной щеку, посмотрел слезящимися глазами на молодежь и продолжил. Стало ту пару железную дорогу у себя порядок наводить. Проблему не образовалось, лес к насыпям подступил, полосы вдоль путей поросли кустом да деревцами, некоторые с рук толщиной, осинки, березки. Денег выделили на борьбу с ним знатно. А кто бороться будет? Понятно, мужики. И те смекнули, что дело прибыльное, можно деньгу зашибать, если не филонь, калывать. Но и то не вмиг приспособились. Пробовали бензопилами, которые толще растений, так отлично пилить. Но ведь там кустов тьма, тьмущий, да и тоненьких еще деревец. Но при этом таких, что секатором долго не пощелкаешь. И топорикам неудобно. Ножовками тоже не то. Тогда и придумали умельцы сечки из толстого листового железа. Вот такой прямоугольник, а здесь ручка. Этот край заточен. У меня где-то хранится, покажу. Такими сечками больно добро рубить. И деревца, и кусты. Сбивались в бригады, брали участок, да и батрачили, согласно плану, отсюда и до упора. Как рабы на плантациях. Метр за метром проходили. И я там был, как вы знаете. С непривычки, если ничего у рук не бывало, работа нестерпимая. Но у мужиков здешних жилка крепкая, вывозили. Зато и денег получали. Духом воспрянули. И сами себя людьми почувствовали. И бабы довольны. Особенно у кого дети. Тем ведь и ранец школы, и тетрадки, и одежку. Кроссовки, костюмчики спортивные. Много в спортивном ходили. Практично. Эта же синтетика не вытягивается, не снашивается, считай. Разве что сигареткой прожжёшь, тогда испорчен калинкор. Джинсы ещё носили. Трубы. Самый крутяк. Трубы чёрные. Кроссы белые. С липучками. Куртон спортивный. Хоть в пир, хоть в мир, хоть в Америку. Давай уже ближе к теме, Фомич. Подал голос рыжеволосый Пётр. Его спутники и спутница, брюнет с хрящеватым носом и галочами глазами Паша, бритый на голову Лёша и девушка Тома с длинной косой выразили согласие. К тому и виду, кто порой он и появился. Сперва вполне по-человечески. Пришлый из города, как бишь его звали. Федитуль, Витя. После некоторых говорили, сразу определили, что он выльтый психопат. Да мало ли в те годы золотые психопат вводилось. Ну, и? — встрял Паша. Что? И? — слегка рассердился Фомич. Вот тебе и, и. Рассказываю по хронологии. Так вот, был у них бригадир. Они трое-четверо, да он главный. Вместе с ними робил, конечно. И к пацанам за деньгами ездил. К пацанам? — вмешалась Тома. — Железная дорога же, цивильная организация. Все правильно. Но контора-контора, а деньгами пацаны заправляли. Они уже до заказа брали и мужикам их подгоняли. Посредники называется. Ну и вот. Показалось тому Феде или Вите, что бригадир его через хер кинул. Тут-то и началось. С этого места подробней, пожалуйста, — попросил Леша, еще тщательнее нацелил на Фомича небольшую камеру. Зрубил он его. Вдарил по шее. Кровищ хлынула. Тут, говорят, еще сколько на ногах помотался, да и упал, как иначе. Ну и все. Медицинка, говорит, бессильна. А этот? Ну, пусть его будет Федя. Ноги в руки и гудбай, как звали. В лес утек. А что, мужики, ловить его? Они там мало что не обосрались. Мирные люди, обычные. Сами-то представьте картину. Конечно, никто его догонять не бросился. Но в ментовку быстро доложили. Менты тоже охренели. Пыром выехали на место происшествия. Труп так и лежит. А куда он денется? Голова на бекрень. Посмотрели, побазарили, привлекли к поискам преступника овчарку. Та собачина вещь Федина обнюхла и последуя их повела. Те за ней с матерком. Шастали, шастали, ничего не нашли. Окромя этой овчарки. Ну, уже мертвой. Зарубил Федя собачку. Ну, а без собачки куда? Да и не привыкли они по лесу колдоебиться. Все больше у себя сидели. Водку дегустировали. Чего удивляетесь? Тогда менты не просыхали. Эх, да вы молодые совсем. Ну, вот, к примеру, только что, считай, в поезде ехали. Ну и как, хлеящий там водку, пиво в вагонах? Нет, произнес рыжий Петр. Неа, подтвердил черноглазый Паша. Не хлеящий-то точно, согласился лысый Леша, потягивающий в поезде сдобренную вискарем фанту. А если по существу замаскированный фантой вискарь? Касатая Тома ничего не сказала. Ясно же, что в поездах не пьют. Если только в вагоне-ресторане или в закрытом купе. Потихоньку. О, а раньше в каждом вагоне застоли, да не одно. Болтали, в гости ходили, песни исполняли, в тамбрух курили. Бывал ей близь. И проводницы тоже бухали. И проводницы, возмутилась Тома, округлив светло-карие глаза, недорно подходящие к ее пухлому личику. И проводницы, подтвердил Михаил Фомич, ощутив себя докой. Что они, не люди, что ли? Молодежь примолкла. Насладившись таким успехом, Фомич сам нарушил затишье. О, так-то племя молодое. А, кстати, где у вас зелье? Договор дороже денег. Тут, как по звонку, в комнату пришлепала старуха неопределенного возраста, Елена Кузьминична, и сразу задала интересующий ее и, вероятно, уже наболевший вопрос. Чего это вдруг горять? Грубоватую физиономию Фомича передернула внутренняя реакция. Не кипишуй, для сугреву. Для сугреву. Знаю я эти сугревы. Упрямо, но безнадежно парировала Кузьминична. Опыт показывал, что победителем из этой ситуации выйдет Михаил Фомич. Так и стало. Через 10 минут он уже закусывал вайтхорс с солеными огурцами. Гости тоже не отказывали себе в дезинфекции десен, да и Елена Кузьминична пропустила дверенки городского пойла. Спать хозяева и гости легли, будучи, если не лучшими друзьями, то уж старинными приятелями, наверное. Известно, что добрая выпивка творит чудеса в сфере психологии и взаимоотношений. Старый бревенчатый дом погрузился в глухую тишь, оттеняемую мирным храпом. Могло показаться, что это где-то в отдалении деловито тарахтят еще не спиженные народные трактора. Утро незаметно подкралось и бесцеремонно разразилось чрезмерно ярким с просонья светом. Неритмично забрякали кухонные принадлежности, зашкворчала большая яичница, помич проявлял заботу о туристах. Природа – парадоксальная штука. При зарождении дня она зачастую напускает на молодых томную сонливость, старикам же дарует какую-то даже нездоровую бодрость. «Кушать подано, садись жрать, пожалуйста!» – прокричал Фомич, и сам же в одну персону заржал над своей безупречно кринжовой шутейкой. «Ну, ёпте!» – простонал Леша и ударил вялой рукой в подушку. Но время уже неумолимо чеканило свой размеренный шаг. Так что вскоре они выползли из постели, посетили довольно вонючий сортир, сполоснули знакомые все лица и расположились за столом, которому, несмотря на бесспорно солидный возраст, даже после прохождения тренинга типа «все в твоих руках», вряд ли достало бы дерзости с полной уверенностью называться антиквариатом. «Сейчас перекусим и отправимся по местам», – оптимистично уверил Фомич. Так и произошло. Однако не сразу. Ребята довольно долго собирались, а провожатый искал по сусекам одну из легендарных сечек. И нашел. Предмет, в бытовом свете довольно невзрачный, в обрамлении жуткой истории казался солидным и зловещим. И даже ценным. Как, к примеру, каменный нож тальтеков. Тех самых, которые из трезвого практицизма слопали в виде шашлыка многие тысячи невозбранно обожаемых, быть может, вами, предков Чихуахуа. Не спешите переживать, теперь эти варварские пиршества в далеком прошлом. Шагая впереди небольшого отряда, новоявленный гид вещал. Третьего дня он убил в этом карьере. Жуткое зрелище. Бабу Нюру, царство небесное, скоро увезла. Откачали, слава богу. А все почему? Любопытное. Как услыхал про такое, так и побежал удостовериться. Ну и прихватило. Психика женская, неокрепшая. В смысле нежная. Бабы ведь они что? Мужиками помыкать гораздо. А тут не шутки. Все натурально, как в морге. Лик смерти ядрить, колотить. Глаза у него были выковырены, нос отрезан. Тогда Федька уже не просто убивал. Куражился. Где-то тут мертвец и лежал. В смысле Тулова. Там ноги крестом сложены. А где песочек лопушками зарос, руки в такой же фигуре. На этих ветках кишки висели. Вроде гирлянды. Дон фантазер, буркнул Пашка с ноткой уважения. Фантазер, укоризн согласился Фомич. А сейчас нам километров пять топать до того места, на котором он, бригадир, вальнул. Потом еще леском пройдемся, поищем, где он жучку заколбасил. Всего он убил, говорят, девять человек. Поинтересовался Леша, чья голова была плотно обтянута черной банданой с белыми крестами гидроцефала. — Больше, — отмахнулся Фомич. — Девять, от которой найден, а так-то наверняка поболе. Он же во вкус вошел, в зверя превратился. А потом, говорят, и еще во что-то. Мистика. Видит его иногда при луне. Ходит, как зомби, сечкой машет. Вот этак. Фомич сделал несколько деревянных шагов и взмахнул из стороны в сторону орудием расчленения. Ребята невольно отпрянули. Всем стало не по себе. Теперь сечка выглядела не только зловеще, но и весьма опасно. Сечка, сикач, сикарь, сикирка — натуральный кусок металла сантиметров тридцать длиной и сантиметров девять шириной, с тремя относительно прямыми углами, а к четвертому приварена ручка из трубки. У сечки Фомича она была густо обмотана черной матерчатой изолентой, обтертой до сального блеска. На плоскостях ржавчина, однако, лезвие блестит, словно радуется солнышку. Весы в сечке с килограмм, но в руке Фомича этот инструмент порхает, словно перышко. Чувствуется, что старику довелось немало им потрудиться. Уловив общую реакцию, Фомич как бы даже подрос. «Вижу, что вы пребываете в ажиотаже. Это хорошо, значит, я отрабатываю свой хлеб». «А хлеб, говорят, всему глава». На сельхозах такой лозунг вывешивали. Странная фраза, казалось бы, но это если не знать смысла. Много ведь, ребята, имеет иное значение. Хлеб, например, это знание, так что все понятно, как голова выше Тулова, так и знание выше прочего. Но ведь не только знаниями сыта. Потребны нам и чувства, любовь, к примеру. Так ведь, Тамара? Фомич подмигнул девушке. Та зарделась. Насчет поебаться Тома была в теме, а он, по части чувств, чистый ребенок. Как услышит про любовь, так и стесняется. Однако Фомич ее стеснять не собирался, просто шутил для полноты симфонии. «Ну, а сейчас я покажу, как это работает. Алексей, снимаешь? Снимай, а то пропустишь». Фомич в перевалку подошел к стройной березке, рябящей в синеве мелкою листвой, а гладил шершавую ладонью белоснежную нежно шелушащуюся кору с нечастыми крапинками. Прикоснулся углом сечки к растительной плоти, застыл в глубокой мужской задумчивости. Поднял руку и почти неуловимым движением, сработав всем своим широким телом, рубанул наискосок. Березка-знобка вздрогнула, ветвистая часть ткнулась камельком в твердь, рядом с началом ствола, и неторопка упала на поросший брусничником и травкой дерн. Перед зрителями светло желтел ровный и липсовидный срез. На лбу Фомича поблескивали совсем мелкие бисеринки пота. Скорее от переживания, нежели от усилия. Вынув из кармана и нахлобучив на голову кепку, он довольно улыбнулся, обнажив крепкие сточенные зубы. Помнит рука, сколько их положил. Камера в руках Леши подрагивала. Демонстрация сноровки произвела яркое впечатление. Да, ловко, оценил Паша. Даже как-то жаль ее, поделилась чувством Тома. — А что ей? Дерево, никаких нервов. Но все-таки живая природа, понапрасну трогать не надо. А что надо? Надо знать, как с живой природой обращаться. Вот, к примеру, барышня. Знаете ли вы, что в этих лесах обитают медведи? Ух, страшные. Не знали? А если вот идешь, ты, предположим, одна, а тут медведь. Что тогда? Тома, невольно начав улыбаться, помотала головой из стороны в сторону, где не знает. Коса ее гибко проелозила по камуфляжной ткани модной курточки. Так слушай, как он тебя заприметит, да к тебе пойдет, и, главное, не беги. Поступай, как наша баба в таких случаях. Оперативно вставай раком, да и повторяй. Бальшка-медведушка, ей беды не дери. Ребята взгаготнули. Тома надулась щеки и пырснула. — А дальше что? — поинтересовался ценящий полноту информации Петр. — Дальше? Фифть-фифти. — В смысле? — спросила Тома. — Аль выбит, аль не выбит. Ежели выбит, так женщине, то и приятно. А ежели нет, так и суда нет. Тома немного задумалась. Задумались и ее спутники. Может, они сравнивали себя с медведем, возможно, что и ревновали подругу к дикой природе. — Теперь рукой подать до места, где этот Каин средь людей угробил жизнь бригадира. Некоторое время они молчаливо шагали по упругой почве, иногда заходили на шлейф расползшегося с насыпи щебня. Однажды мимо них по ходу движения проследовал необычайно шумный огромный поезд. Видимо, они уже порядком отвыкли от цивилизации. — Ага, тут! — Михаил Фомич указал сечкой на землю. Они без особого интереса осматривали непримечательный участок, разве что Леша оживленно водил камерой, будто бы наблюдал сквозь нее невидимых другим привидений. Слегка вздернутый нос Фомича поморщился, заскорузлая пятерня поскребла через кепку голову. — Вот что, ребя, разыграем действия в лицах, проведем следственный эксперимент. — Петр, становись сюда. Теперь ты бригадир. А я делать нечего, Федька Каин. Ну и вот, я и тебе говорю, предположим. Зрители с любопытством воззрелись на актеров. — Слышь, Сеня, а остальные бабки где? — пробосил Фомич и быстрым шептом добавил. — Давай, врись, чего-нибудь отпирайся, хули! — Э-э, так нету больше, который выдали, принес. Все поровну! — авторитетно изрек Петр. — Поровну! Да что ты горонишь! Э-э, поровну! Старик, помолодевший от актерства, вытащил из кармана горстку скукожных купюр. — И еще гони! Зажилил? — Я тебя не понимаю, Федор. Все как в аптеке. Средства получил, средства выдал. Мужики, все правильно, так ведь? Петр вопросительно поглядел в сторону ребят, в которых, видимо, узрел воображаемых коллег по рубке зарослей. — Да вроде нормально, — неуверенно протянул, включаясь в игру Леша. Но его слова не произвели впечатления. — Так что, Сеня, и где тети-мити? Я тебе, блядь, не шучу. Памич кинул кепку на зиме, стало видно, как на виске его надуваются выгнутые, словно речное русло жило. Глаза артиста налились ненавистью, лицо окрепло подтянулось и будто бы завибрировало от избытка чистой злобы. — Нет, то, Фомич, хорош уже, — залепетал побледневший Петр, но другие его не поддержали, зачарованной реалистичностью зрелища. Они наяву погрузились в давно минувшую ситуацию. — Тварь! — схрип отцой выдохнул Фомич. Голова Петра изменила дислокацию и повесла вниз макушкой на тягучем ремне плоти. К небу выплюнулся фонтанчик густо красной крови. Тело рухнуло. У зрителей был такой вид, будто ничего не произошло. Однако через пару секунд лица их стали искажаться под пальцами ужаса. — Ам! Ам! — произнес Леша, постигая великую гидроцефальскую мысль. — Э-э-э! — выдавил Паша. Его глаза застыли во впадинах, обозначенных синеватыми дугами. — Ой! — сказала Тома. К ней первый обратился Фомич. Но обратился никак к работяге. Вовсе нет. Он видел перед собой других персонажей. — Чего? Вынюхала меня? На четвереньки, сука! Тома, как подкошная, упал на четвереньки. — Нюхай, шмара! — Фомич поднес к ее лицу кирзач с подрубленным голенищем. — На! На! — он несколько раз ткнул твердым носком в розовое лицо. — Ага! Ага! — Паша на плохо гнущихся ногах бросился к лесу. Фомич не обратил на это внимания. Теперь он смотрел на выронившего камеру Лешу. — Ну и где, ментяры, твои наручники? Лезвие сечки сверкнуло и прошло через ротовую полость, рассекая щеки и выбивая зубы. Леша с утробным воем прижал кисти к искалеченному лицу и присел на землю. Фомич пнул его подошвой в голову. Юноша упал на спину. — Паразит! Ты ж вдоль и сенькой, гаденыш! Позарился на трудовую копейку! Ничего, сейчас устроим расчет! Сечка вскрыла брюшину от солнечного сплетения до паха. Футболка разошлась широким каньоном, из которого полез скопищем гигантских червей, наполненный газами, местами прорезанный кишечник. — Требуха вертухайская! Псих, не чинясь, схватил внутренности и выдернул их из чрева. Отбросил сторону и снова схватил скользкую плоть. Глаза юноши закатились. Из прорехи гигантского рта вырывались надрывные хрипы, кровавые пузыри и сгустки. Тома на четвереньках, повизгивая, устремилась в лес. Она двигалась не слишком быстро, но очень деятельно. Леша еще не умер, когда Фомич не спеша развесил его кишки на ветках. Вернувшись к еще издающему уникальные звуки организму, он сдернул с него бандану и запихал ее в карман спецовки. Тома упрямо ползла мимо чешуйчатых стволов ельника, затем нерешительно поднялась на ноги и, пошатываясь, пошла. Солнце играло в хвойных шпилях, как будто продолжался все тот же беззаботный день. Кое-где пели пташки, шумел ветерок. До слуха девушке донесся хруст веток и густой рев. Поблизости бродил матерый медведь. Не смея оглядываться, она пыталась ускорить шаг. А вось пронесет. Может, и ничего? Рев раздался ближе. Переместился за спину. Медведь-валка шагал за ней по пятам, то агрессивно похрюкивая, то издавая короткие рыки. Вспомнив наставление Михаила Фомича, Тома стянула штаны, встала в известную позу и принялась слабо выкрикивать фольклорную формулу. Язык плохо ее слушался, слова сбивались в колтуны, но она старалась. Медведь медленно подошел к жертве, поводил лапой по бугоркам у крестца, заворчал. Тома пустила струю, не прерывая комланий. Раздалось глухое рычание. Че-то не хочется. Это раньше ходок был, нынче не то. Ох, все равно не дери, батюшка-медведушка, не губи, кормилиц, заблажила Тома, подыгрывая сумасшедшему. Не буду, благосклонно ракотнул Михаил Фомич. С другой стороны, какого хрен ты везде нос суешь? Места эти особые, заповедные. Вот и несу я тут стражу свою. Звезды от людей охраняю, да зверят лесных. Зайчиков-попрыгайчиков, волчишек-серых бочишек. Так чего ж ты здесь рыщешь, аль погибели ищешь? Фомич схватил косу, задрал голову и отмахнул нос. На его месте открылось темное и красное, и красное потекло вниз. Истошный виск, огласивший лес, прервался, лишь голова отделилась от тела. Старик застыл над очередным свежим трупом, его лицо разглаживалось, приобретая нормальное выражение. Вечером, когда он в компании старухи задумчиво пил чай с ржаными сухарями, местные притащили Пашу. Губа его была разбита, волосы всклокочены. «Суды его садите, да и ступайте», распорядился Михаил Фомич. Некоторое время он угрюмо смотрел на неподвижно сидящего парня, потом принялся размеренно говорить. «Ну что, насмотрел с вашего слэшера? Вот такой он. А зря ли, как думаешь?» «Не зря. Земля сия святая и благословенна. Все я про нее знаю. Вот тут...» Фомич постучал ногтем по лбу. «Здесь у меня щегол семь пядей. Шесть великого труда, да одна истины. Все ценное в этой пяде собрано. У тебя-то, верно, оно не та. Куда там? Эх ты, чоловик, два уха. Дернул же тебя без. Попутал». «Дернул. Попутал», — согласился Паша, водя глазами по стенам, но практически ничего не различая. Предметы сливались во что-то непонятное. «Руку отсечь за такое. Беса вместе с рукой. Исцелю я тебя. Ну-ка, клади руку бесовскую на стол. Левую». Паша вытянул руку и положил ее на стол, будто какой-то посторонний предмет. Елена Кузьминишна, поджав тусклые губы, одобрительно кивнула. Михаил Фомич вытащил из-под стола сечку в запекшейся крови и, важно, положил ее на стол рядом с конечностью. «Вот они, рядом. Воль карающая и рука нечестивая. Драчил ей, а?» «Нет, почти что. Не припоминаю. Все больше правой». Старик пренебрежительно хмыкнул. «А лучше бы левый. В ней бы весь грех избирал. Ну да что уж теперь. Бес-то в ней сидит. Чуешь ли?» «Чую». Паша, смущенный, доверчиво поглядел на суровое лицо старца. «Согласен, что рубить надо». «Надо», — согласился Паша. «Так, может быть, сам? По мудрому наущению он все-таки сам. Твой выбор». «Сам». Старуха снова кивнула и выдавила языком изо рта в морщинстую горсть остаток сухаря. «Так давай, действуй». Паша неуверенно, словно опасаясь обжечься, прикоснулся к сечке. Осторожно поднял ее, приблизил к себе. Сжал ручку сильнее, занес сечку над подрагивающей рукой. Привстал, приноровился и с отчаянным возгласом ударил по шее. По мяч зажал рану ладонью. Паша немедля ударил по тылу ладони. По мяч отдернул руку. Паша снова рубанул по шее. Кровь лилась на стол и одежду, стекала на пол. Крепящий Фомич бессмысленно уставился перед собой. Немного посидел в таком виде и рухнул всем весом крепко сбитого тела на половице. Елена Кузьминична охнула и хлопнула по платью на коленях. Паша, все так же крепко сжимая оружие, перевел на нее стекленевшие глаза. Старуха радостно запричитала. «Феденька, Федя, Каин ты мой драгоценный! Каинок, Каинушка, Каиночек!» «Гэх! Гэх!» Селись что-то вытолкнуть из себя, прогудел Паша. Шумом вдохнул воздух, закашлялся, сплюнул. Лицо его прояснилось, приобрело более четкие контуры. «Федя, Каин, я!» «Ты, ты! Ну вот-ка вспомни, вспомни головушку и свои соколик! Ты!» «Я!» — просто произнес Паша. «Или уже и не Паша вовсе!» «Верно говоришь? Я как есть, Федя Каин!» «Ой, ладушки, ладушки, ладушки!» «Э, с этим чего делать?» Федя ткнул кроссовком в скрюченное тело. «Эй, ничего! В землицу запихаем, а на матушек разберется!» «Поись-то хоть есть чего, кроме хлеба?» «Щицы в печи! Упрель поди!» «Стомой?» «Синей, голубушкой!» С просквозившим удивлением подтвердила старуха. «Уж больно быстро Федя в разум вступал!» «Чуешь? Веришь? В горле брешь!» «Такой мерой меришь? Во что ты веришь?» «Ой, ай, ах, перепалах!» «Слэш, слэш, слэш, слэшер!» «Трэш, слэш, слэш, слэш!» «Ты чего стрельфрышешь?» «Али след ты ищешь?» «Ты куда попёг?» «Нынче рак на рамах» «Слэш, слэш, слэшер!» «Трэш, трэш, слэш!» «Сечка, сечка, 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 режь!» «Руберкул, чумали, пресса!» «Много в жизни интереса!» «Слэш, слэш, слэшер!» «Трэш, трэш, трэш, трэш!» «Ой, ой!» «Жизнь не тряпуем другой!» «Слэшер, слэшер!» «Трэшер!» «Трэш!» «Трэш!» «Трэш, слэш, слэшер!» «Трэшер!» 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 «Чуешь, веришь, в горле бляшь?» «Какой мерой меришь, во что ты веришь?» «Ой, ой, ох, ох, перри впали в балах» «Слэш, слэш, слэшер!» «Трэшер!» «Трэш, трэш, трэш!» Ты чего здесь слышишь, а не смерти ищешь, ты куда подрёг? Ничего не слышишь, а не смерти ищешь, ты куда подрёг? Слэш, Слэш, Слэшер, Трэш, 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 Сечка, 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 Ищешь, ты куда подрёг? Нынче на ног, на дорог, Слэш, Слэш, Слэшер, Трэш, Трэш, Сечка, 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 Ищешь, руби руку, чмо и беса, много в жизни интереса. Слэш, слэш, слэшер Тэш, тэш, тэш Ой-ой-ой Жизнь не требуем другой Слэш, слэш, слэшер 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 Семь гопта Семь гопта Слэшер, слэшер Слэшер Вот это да!